Русская литература поражает своим богатством и глубиной чувств. И самое главное, что любовь к ней есть у подрастающего поколения. Традиционный конкурс чтецов, муниципальный этап которого прошел в Славянском районе, помогает улучшать навыки декламации и развивать устную речь. И все это, конечно, связано с неравнодушием к нашей литературе. Более полусотни способных ребят со всего Славянского района собрались в отделение развития творчества «Жар птица», где проходил муниципальный этап конкурса юных чтецов «Живая классика». Этот конкурс способствует повышению интереса школьников к чтению книг не только современных авторов, но и настоящих классиков. Расширяет читательский кругозор. «Живая классика» – это поиск и поддержка юных талантов. Перед ребятами стояла задача не просто точно воспроизвести прозаический текст, но и вызвать своим чтением душевный отклик у слушателей. И это многим хорошо удавалось. Когда собрали первый урожай, бабушка на радостях испекла два коржа величиной подсолнух. От коржа шел жар, бабушка смазала маслою перышком и посыпала крупной солью. А Коля сидел за столом и ждал, когда же его угостят. Он едва сдерживался, чтобы не подчеркнуть руку и не взять без спроса заветное угощение. Наконец-то бабушка подошла к нему и сказала – отведай, внучок, моего коржа. О цене хлеба и человеческого участия можно говорить много. И все это будет актуально. На конкурсе раскрываются настоящие поклонники писательского слова. Вот мы сегодня уже посмотрели несколько ребят и поняли, какие они молодцы в выборе произведений подходят. Живые, эмоциональные ребята выбирают тексты, соответствующие их характеру. Ребята, которые более глубокие, как сказать, выбирают тексты с таким проникновенным автором. Конкурсу в нашем районе больше 10 лет. Он проходит в рамках всероссийского конкурса «Живая классика». Наш район имеет честь, что первый победитель российского конкурса была наша, а учащаяся. В Славянском районе есть много талантливых педагогов, которые не на словах, а на деле помогают ребятам глубже понять литературное произведение, чтобы выступить ярко и всем запомниться. Я всегда говорю ребятам, у нас есть главных три правила. Первое, чтобы тебя слышали, то есть говорить достаточно громко. Второе, чтобы тебя слушали, говорить достаточно интересно. И третье, главное, чтобы тебя услышали, то есть поняли смысл того, что хотел вложить автор в этот текст. И вот на этом мы всегда базируемся. Я очень довольна, ребята это понимают. Искусство публичного выступления – сложная наука, которая под силу лишь по-настоящему увлеченным. И ребята старались, чтобы выступить достойно. Каждое мое выступление – это для меня событие, поэтому иногда я могу заволноваться, потому что каждый раз я вижу новых людей, новых ребят. Они все рассказывают по-разному, у всех разный уровень. Нужно соблюдать определенные паузы, выдерживать мимику, менять, где нужно выражение лица. Ну и вообще много всего нужно делать, чтобы твой рассказ получился более насыщенным и красочным. Перед авторитетным жюри стояла нелегкая задача – выбрать самых лучших. После того, как проанализировали грамотность, речи артистизм и глубину проникновения, были объявлены победители. Ими стали Дмитрий Веселов, Лев Люков, Маргарита Наточий, Роман Бажан и Михаил Некрылов. Они и будут представлять Славянский район на региональном этапе конкурса «Живая классика». Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События».